так ну что ж друзья всем привет привет мальчики и девочки юноши и девушки бойцы и бойцы с вами алексей инский и тут по многочисленным просьбам постарался сделать вернее постараюсь сделать видео о самых популярных ошибках новичков но давайте сразу скажем так под новичками я понимаю тех людей которые только начали играть и для которых это первый сервер мы не будем говорить о том что вы там пришли этом у вас это третий или четвертый или хотя бы даже второй сервак и вы пришли будучи новичком понятно что это видео наверное скорее всего не для вас хотя напоминание всегда я думаю актуально даже даже мне и так вот здесь вот справа я постараюсь выложить тезисы их топ 9 я выписал если у вас будут какие-то дополнения пожелания уточнений пожалуйста в каменты всегда буду рад отреагировать и так первая ошибка новичка наверное самая дверь вообще я бы их вот выделил две самых больших вот только только у начинающих это первое открывать рез и больше чем нужно что это значит вот тут вот у нас есть полка я ее называю полка вот и вот тут вот есть открытые рез и у меня сейчас тут 43 миллиона зерна 165 дерева 177 камня 128 железа ну и золото 600 с копейками миллионов вот но золото у вас не украдут а вот это вот у вас очень легко возьмут и ограбят понятно что там сейчас кто-то придет там грамотные будет рассказывать что у новичков там не все так легко не все так просто до 15 уровня там бла-бла-бла или до 16 защита но тем не менее ребят вот есть у нас ресурсы которые находятся в предметах вот здесь в ящиках так называемых и вот отсюда они никуда не денутся как только вы их достали из ящиков себе на полку у вас их могут украсть и это нужно понимать надеюсь что вот это вот в дополнение не нуждается все что вот здесь вот есть у нас склад в складе есть параметры и склад показывает сколько ресурс он может защитить все что выше вот этой вот величины склада то может быть украдено вот еда защищена древесина кроме того есть еще такая штука как трата содержание войск и допустим при моем расходе войск все что будет свыше ну вот сейчас 25 плюс 55 это 80 миллионов все что будет свыше 80 миллионов она будет проедаться войсками до планки 80 миллионов а так как жрут они хорошо вот то прожирается это очень быстро поэтому надо нам что-то построить достали из ящиков построили и опять сидим скажем так без реза вот здесь вот на полке надеюсь это понятно но кстати еще да вот все то что здесь тоже может быть украдено все что не находится на складе все может быть украдено вот предграде да я его называю если у вас тут будет нарастут ресурсы вот а если прибежит супостат то заберет вторая ошибка это щит про втыкивать щит но это ошибка у любого уровня там кто бы сколько не играл на вот эта трагедия даже не только ошибка вот но у нас есть щит и пока вы находитесь в пузыре вас не трогаю тут у меня еще пять часов поверьте у меня стоит будильники за полчаса до того как вернее таймер за полчаса как закончится щит он пропиликает вот это надеюсь понятно вот это две самые большие ошибки кроме этого вот тут снова же таки нам наворачиваюсь будьте пожалуйста внимательны я уже показывал там как-то в одном из видео когда говорил об ошибках если вы находитесь на вот этой вот зоне зеленой то если только у вас щит не защита новичка он сразу упадет вот зеленая зона щит падает надеюсь это тоже как бы понятно поэтому те кто в самом начале приземлился сюда и настроили здесь альянс и ков вот у меня для вас плохая новость закончится трехдневная защита и все вам придется отлетать так это было две ошибки до ошибки у нас тут будут с правой стороны третья ошибка это но я тут сразу объединил несколько а либо не вступать в альянс либо б пытаться самому сделать альянс либо c сидеть в дохлом альянсе ребят вот обратите внимание на мой альянс все куда-то идут куда-то бегают чет что-то происходит да ну тут просто много народа возвращается вот сейчас у меня заводят только два марша я конечно в один из них укину вот альянс это и помощь и развитие и ралли и все остальное вот тут даже не оговариваются если у вам если вы новичок вы ничего не сможете дать ничего нему не сможете рассказать и объяснить своим со альянс ником поэтому ну как бы при личном уважении но хороший человек это не показатель да если вы мало понимаете в игре пожалуйста но ищите тех людей которые понимают в этой игре как минимум лучше чем вы и могут что-то рассказать что-то показать что-то поэкспериментировать ну и так далее так далее на одних только видосах пусть даже вы там все мои видосы изучите вы не уедете потому что ну карта не местность да и видео это не не игра вот это было три ошибки четвертая ошибка это вот я тут говорил что не вываливаете много но и не зажимайте то есть зажимать ресурсы ускорение это ошибка игра построена на принципе ускорение ускорение чем лучше развиваетесь тем быстрее будете дальше развиваться и так далее так далее так далее конечно в идеале ну хотя бы небольшой донат иметь эта игра free не free to play эта игра pay to win тут платят за победу и тут ну в других играх да если у тебя хороший онлайн то ты там теоретически имеешь возможность победить того кто донатера тут донатеры имеют большое преимущество причем тут есть очень жесткие донатеры вот просто мега жесткие донатеры которые оперируют такими суммами блин ну я тут как узнал у меня квартира столько не стоит как некоторые покупают и продают аккаунты на вот пока я вам рассказываю я тут заодно еще посмотрю эти вражеский альянс так вот этого били вот этого били все остальные в счетах руки вот то есть конечно какой-то какая-то заначка у вас должна быть но ваши рез и они должны работать у скоро они должны работать не надо их откладывать на потом вот либо же если вы откладываете на потом вы должны понимать зачем вы откладываете например у меня некоторые аресы сейчас я собираю я буду их усиленно тратить на событие траты ресурсов вот сейчас у нас пришло время траты у скоро и скажем так например под событие траты у скоро у меня тут уже потрачено здесь такая штука супер выгодная вот допустим у меня общего ускорения уже потрачено 626 тысяч минут и этом у нас еще не было дней на стройку и дней на науку вот вот такая вот у нас история окей с этим вроде бы как разобрались да то есть мы не ложим вот просто так но и не зажимаем то есть наши ресурсы и наше ускорение должны работать на развитие причем сейчас как бы в этом не старались вы много не на собираете для того чтобы там а под до события траты реза вели события траты у скоро поэтому развивайтесь пожалуйста развивайтесь 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 следующая ошибка следующая ошибка это игнорировать и не принимать участие в так называемом ежедневном квесте ежедневном еженедельном и событиях а также не участвовать в ралли и других мероприятиях что об что значит ежедневный квест у нас вот здесь вот есть такая штука вот здесь мы должны заработать 145 единиц активности за сутки и тут сама игра будет подсказывать что нам нужно сделать вот поэтому пожалуйста выполняйте вот это вот все при выполнении полного ящика вы получите ключик призыва и там будет как минимум один фрагмент генерала возможно вам выпадет целый генерал кроме того падает куча всяких плюшек няшек и тому подобное тут и золото и там сундуки какие-то и ускорение все остальное а дальше принимайте участие во всех квестах начиная от основного квеста там что-то улучшить что-то это но этого у вас будет автоматически падать вот заходите вот все вот эти вот вкладочки со временем разберетесь вот и событийные мероприятия не тоже очень очень хороши это квесты собрать войска путь короля гном и яблоки удачи про это все тоже у меня есть видео поищите найдете вот сумасшедшие яйца я сегодня уже все активировал из монстров выпадают вот такие вот молоточки молоточки мы не разбираем ни в коем случае они сохраняются на следующий вен даже когда там прошел да есть промежуток между ивентами и каждый день мы бьем вот эти вот яйца причем начиная там чуть ли не с момента рестарта сервера вот с этим надеюсь тоже понятно вот ну ралли и само собой врали надо кидать то что нужно кидать ну что такое ралли это война альянса вступаем у меня допустим стоит предустановка готовая я вкидываю одного генерала и с ним ну сейчас я вкидываю одного прачника первого уровня и все побежали извините увлекся все побежал ну вот это тоже идет защита в зачетом ежедневных мероприятий и так далее так далее вот так шестое седьмое оно связано с нашими генералами шестой пункт это генерал это ошибка является качать левых генералов покупать ошибкой является продавать хороших генералов как только они у вас появятся и ошибкой является не покупать хороших генералов ну вот например аския мохамед хороший генерал но у меня уже такой есть поэтому я его покупать не буду но сейчас мне голда нужно вот но если бы у меня его не было я бы его купил немножко подкачал посадил бы в фабрику ловушек вот сейчас он сидит тут в пошлине фабрики ловушек банчао например это специализированный генерал для башни лучников аския мохамед специализированный для фабрики ловушек жуан 1 это специализированный для лагеря лучников абд-алрахман специализированный для казарма мастерская и конюшня у меня еще не разблокированы но вот на конюшне у меня олег новгородский сидит также есть интерьеры меньшиков под главное здание речи мундок вот буквально недавно заработал под академию под рынок не знаю кто ну в кузнице просто у меня самый сейчас прокачаны это винт фил скотт и он у меня особым сидит здесь вот такая вот история вот поэтому ошибкой является покупать вот таких вот левых генералов либо же качать их вот все которые не являются вот золотыми с короной до историческими эпическими вот это все мусор фиолетовый мусор синий мусор зеленый мусор вот это вот все там робин гуды руны там катрины кент и кенты там ханли на это все мусор 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 хон гидлон тоже мусор все остальное тоже мусор 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 и даже спартак для меня сейчас мусор вот но вам когда он придет и будет в за выполнение нескольких квестов для новичка он принципе неплох гонять на монстров вот но потом вы его перерастаете и он вам будет не нужен из этого следующая ошибка да вот 7 это вкладывать в генералов мусорных генералов и тратить книги навыков ребят книги навыков мы приберегаем под хороших генералов вот например нужная книга навыков просто очень долго я бегал с этим генералом да там есть книги навыков они должны усиливать специальности генерала это в основном относится к боевым генералам вот по поводу всего остального ищите видео еще спрашивайте что кому давать не тратить в пустую потому что это достаточно такие важные вещи кроме этого у меня очень долго не было генерала и я сам попался на эту ошибку я потратил очень много рун ну условно говоря не тем генералом то есть не повторяйте мои ошибки эту ошибку я также сделал когда был новичком потратил много рун руна эта штука дорогая вот его допустим винфилду скотту ну зря его догонял до фиолетового уровня увы вот но тогда вопрос в оправдашку могу сказать что у меня тогда не было других генералов и очень долгое время я с ним бегал как с основным поэтому ну как тут как-то вот так вот дальше еще одна ошибка но снова по рунами по всему остальному да это вкладывать в генералов и в ошибка да вот мы ее седьмой назовем вот это вкладывать руны и улучшение книги навыков в ненужных генералов вот восьмая ошибка примерно подобная но относится она к извините не туда нажимаю относится она к снаряжению у нас тут есть разное снаряжение начиная от синего и заканчивая красным так вот вот это вот синее фиолетовое желтое но есть смысл вкладываться разве что немножко вкладываться в шмот короля просто чтобы у меня были эти чтобы чтобы собрать кости вот шмот короля еще есть смысл вкладываться потому что шмот короля у вас откроется на двадцать втором уровне если я не ошибаюсь а следующий дракона на двадцать седьмом и пока вы дойдете до двадцать седьмого уровня там пройдет достаточно много времени вот все равно вам чем-то бегать нужно будет это я очень рекомендую до добавлять звезды повышать звездность этому шмоту но больше не давать улучшений что значит улучшение давайте сейчас попробуем так извините сейчас быстренько улучшение это когда мы улучшаем параметр того или иного шмота вот сейчас ну сейчас вот под квест только свет сведения блин ничего я не могу его ну ладно надо заходить надо заходить через кузню ту он давайте улучшить что-нибудь найдем то есть когда мы улучшаем вот такую вот штуку мы тратим золото и мы тратим камни для улучшения вот почему я сейчас это делаю но если вам надо под квест и у вас там ничего другого берите самую дешевую самую фуфлятину вот и можно чисто под квест ее покрутить вот но в целом для каких-то более дорогих потому что для более дорогого для более качественного уровня шмота вы все равно не получите нормальных результатов а потратите и золото и что самое обидное вот эти вот улучшающие камни и тут же тут же другая есть сторона медали то есть вот например у меня есть кольцо ахомонидов она у меня допустим прокачано достаточно неплохо и вот как только вы прокачали вам надо зафиксировать параметры и вот это вот не фиксация вот этих вот параметров это тоже огромная огромная ошибка как только вы не зафиксировали вот эти вот параметры они и там набрали хорошие ну допустим для меня является вот 22 и 7 хороший параметр остальными можно будет еще крутить будет настроение не не сейчас и будут лишние гемы вот то когда вы не делаете вот так то вы тоже тратите в пустую вот эту вот всю штуку но чтобы сделать вот так и зафиксировать ключик и чем больше ключиков мы фиксируем тем больше мы гемом на это тратим то есть игра ну скажем так достаточно недешево поэтому поэтому вот такие вот вещи да и когда нам там рассказывают про то что а из-за того что у нас там нет на по на сервере этом мы слабеем ну ребят если у вас нету две с половиной тысячи гемов на щит на трехдневные ну я не знаю что вы дальше будете в этой игре делать вот вы просто будете статистами будете кормом для более сильных игроков и все вот да кстати по второму пункту когда мы говорили про игнор счета если у вас совсем проблема с гемами и со всем остальным то у нас есть такой магазин альянса туда капают очки альянса и вот этот вот три дня соглашения перемирий можно купить здесь он она самая выгодная мне сейчас это не актуально я допустим покупаю в магазине альянса либо дань либо вип очки вот и переходим к девятому девятой штуки я не зря заговорил за альянс за магазин альянса и по поводу дани давайте мы купим штук пять дани дань нельзя игнорировать тоже большая ошибка новичков это жадничать и не приносить дань в святыне почему ее есть смысл приносить даже за гемы особенно на начале артефакт вылезть но у нас игра немножко подлагивает сигнал потому что самый быстрый способ заработать престиж и самый быстрый способ заработать опыт монарха это приносить дань чем быстрее вы наберете престиж тем быстрее у вас тем его соответственно будет больше вот и тем быстрее вы получите ранга в рейтинге своем ранга чем быстрее чем выше у вас ранг тем больше у вас будут будет подчиненных городов ну что дают подчиненные города об этом тоже у меня уже как минимум по моему парочка видео есть поэтому если уж сильно интересует эта тема то поищите пожалуйста на канале вот и так еще раз девять главных ошибок новичка до первое это открывать рез и без надобности держать их просто так на полке вторая ошибка игнорировать щит 3 альянс не вступать либо же делать самому либо же сидеть в дохлом альянсе четвертое это не инвестировать рез и в развитии назовем тогда в общем пятая ошибка это игнор ежедневных задач и квестов и игнор ралли альянса если альянс не ходит то вы должны сменить такой альянс напоминаю шестое это генералы то есть качать левых не качать хороших продавать хороших и не выкупать хороших в таверне не собирать в виде кусочков напоминаю также ежедневно у нас есть шанс взять кусочек генерала и если это не февраль то за месяц вы спокойненько собираете генерала качество этого генерала но там мамы обходим на это будет золотой генерал игра дает такой бонус вот седьмое седьмая ошибка это просто так тратить руны или тратить впустую руны улучшение книги навыков на генерал восьмая ошибка это качать ненужный шмот вот все то что до шмота короля вы не качаете шмот короля постольку поскольку есть смысл прокачивать драконий и выше шмот драконий драконий улучшается до ареса и ахамонидов ну думаю что появится скоро еще какой-то более крутой в кузнице и более крутой можно купить за донат и девятая ошибка она вроде как бы не самое очевидное но тем не менее она есть и она тоже достаточно такая подлинка это не приносить жертву в святыне и так это было 9 ошибок надеюсь некоторые из них я сам натолкнулся от некоторых путь фу избежал вот но тем не менее надеюсь что вы их повторять не будете и да ребят если у вас есть что добавить к этому видео пишем в комментариях возможно там дополню вот эти вот ошибки новичку всем хорошего настроения подписываемся ставим лайк или дизлайк и не забываем про щиты не горим вот всем хорошего настроения а вот как пять маршей как минимум хорошего альянса всем хорошего альянса и активной интересной игры пока пока